всем доброе утро и на завтрак у меня два бутерброда с авокадо хлеба здесь 50 грамм хлеб злаковый не заварной не на дрожжах ну всем приятного аппетита потом попью кофе всем привет я рада видеть вас всех на своем канале где я борюсь с лишним весом до девчонки давно мне не было не выходила сначала внуки были здесь некогда было два хлопца со мной был вот потом с моим похудением потом с моим немножко набором веса посыпалось все здоровье ходил по врачам и сейчас очень сильно воспалился плечевой сустав рука почти плохо работает боль сильная теперь нужно опять идти по врачам ну и мало того что еще здоровье сыпется нужно обратно срочно-срочно сбрасывать вес а он сейчас не хочет ни в какую не хочет идти вниз поэтому вот как-то так ходила я узи сеция делала там тоже что-то не то но терапевт сказал что это возрастное в общем помирайте это возрастное там кольцонос аорты сердечного клапана вот что-то в этом роде накапливается скапливается кальций в сосудах сердечно в интернете вычитал игру хоть для профилактики что-то может что-то попить там сделать не в общем это это возрастное это нормально вот как-то так ну вот я духом не падаю все равно сижу на правильном питании а вес не движется вниз а он что-то вверх может урезать надо уже свои порции тогда я не наедаюсь я могу потом схватить что-нибудь как в плане полезного но больше я ем и для меня это не способствует похудению говорят можно есть много салатов вот для меня это много салатов я уже не похудею а если не есть много салатов мой желудок не насыщается поэтому вот надо мне эту проблему решить как-то я начала ее решать купила себе аминокислоты потому что вычитала опять же вычитала вычитываем на просторах интернета что если тягу бесконтрольную тяга к еде значит не хватает аминокислот заказала пью пью да немного поспокойнее стало вот теперь мне надо еще какое-то что-то в основном это все ерунда которые есть в интернете эти все бады чтобы умерить уменьшить порцию чтобы защищаться меньше порции ну это надо или самой как-то терпеть а с помощью таблеток или с помощью чего-то это не получится с помощью воды тоже не очень то получается ну борюсь как говорится я я уже не худею с большого веса а я уже веду борьбу большого веса такой период у меня идет что я не борюсь и на одном месте все равно стою никаких да сейчас начнете писать там я все понимаю я всех вас понимаю можете не верить на я просто говорю вам что это от моего души от моего этого идет поэтому иногда и не вы не выхожу из-за того что а нечем похвалиться нечем похвастаться нечем поделиться и ничего не хочется руки опускаются в плане руки опускают если честно я не нарушаю вот единственное что в порции здоровая а меньше не могу ну тоже надо что-то делать все прекрасно знаю все прекрасно понимаю ну вот не как я с этой ямы в которую влезла сама себя загнала никак не вылезу но я еще все равно надежда у меня не никуда не ушла все равно надеюсь что все у меня получится поэтому вот как то так девчонки питание завтрак обед ужин я вам показываю то что я ем ничего лишнего не хватаешь каши вообще почти почти не ем отменила себе эти каши макароны тоже отменила единственное что хлеб ем и сама делаю или там в магазинах смотрю какой меньше калорийный и для нас полезный вот остальное уже надо наверно наоборот вводить углевод может тогда уже будет насмещение и тогда не будет и быстрее может и худеть будешь если даже грамм сто этих углеводов добавлять ну пока мне не хочется а вот с похудением да с похудением все равно организм поменялся и какие-то болячки вот начались это не только у меня это все такое у некоторых вообще большие проблемы болячек в плане у меня пока такие решаемые все проблемы ну вот видите же переизбыток кальция наверное в организме был потому что что ты ешь а как как мне выразиться сказать вам это мое такое мнение что когда худела ты отказываешься себя в некоторых вещах витамины или там бады какие-то ты не принимала я а а нехватка этих микроэлементов всяких дает организм вот такой там или болячки или еще что-то он дает неправильное нужно если худеть то какие-то или витамины или что-то но принимать а я раньше думала да зачем это а вот теперь девочки да мне дошло что при похудении нужно пить нужно пить все нужно пить у меня сейчас суставы вот плечевой очень сильно остальные скрипят скрипят до такой степени хотя коллаген периодически пью коллаген а его нужно пить постоянно омега-3 тоже периодически пить надо аминокислоты тоже надо пить разные бады там для еще и там посмотрела тоже надо это все способствует чтобы у нас ну не было вот одного что-то много а что-то не хватало каких-то микроэлементов не хватало но это чисто вот мое рассуждение вы не подумайте что я там там умная такая или что-то знаю я чисто мое рассуждение с опытом с годами к чему я пришла что все равно нужно пить сейчас я пью до помимо лекарств и эти бады я пью коллаген и я пью еще еще одна вон там а имени аминокомплексе заказал себе нужно почти допиваю вот как-то так вместе спьем потом делаем перерыв но все равно я пью помогает поэтому подписывайтесь ставьте пальчики вверх и комментарии буду выходить но очень жарко душно на улице духотища вчера был целый день дождик поэтому что-то вот некогда некогда то там надо то есть здесь надо то вот сейчас ремонт с улицы там делаешь крашу окна а потом дом нужно или красить или чем-то его отбивать поэтому дела есть и камеру брать я не хожу с камерой так постоянно просыпается сразу хватает не получается так что девчонки извините простите буду исправляться ну а сейчас пока пока это мой обед тефтельки они из курицы из индюшатиной смеси добавила фарш индейки курицу и вот такая смесь получилось зеленым луком и салат больше ничего не хочу всем приятного аппетита на ужин у меня спагетти из кабачка и 2 рыбные котлеты ну конечно магазины на пару сделанные всем приятного аппетита подписывайтесь на мой канал ставь пальчики вверх пишите комментарии до новых видео подписывайтесь на мой канал